Ей уже далеко за, как говорится, но тем не менее она профессионально еще очень даже энергично, активно и в 2002 году она возглавила конгресс по медиации в Рио-де-Жанейро, проводила как раз по семейной медиации Так вот, понятия, многие базовые понятия того, что считать семьей, я хочу как раз по Лизе Паркинсу с вами обсудить В наше сложное время, скорее всего, надо отказаться от подходов, которые основаны только на родственных узах и в первую очередь дать определение семье, те, кто имеет совместный очаг, общий кров, эмоциональная привязанность Поэтому вот такую группу людей можно подразумевать семьей Опять же, у нас с Европой очень сильное расхождение по вопросу брака Вы понимаете, да, по каким причинам? Поскольку там возможны браки между людьми одного пола В России такое невозможно И зачастую, если применять чисто юридический подход, например, в спорах, связанных с тем В общем, о регламенте общения с ребенком Допускаю, что суды национальных государств могут выносить прямо взаимосключающие решения У нас такие уже прецеденты были, вы, наверное, читали, да, несколько лет назад Душераздирающие прецеденты, когда маленькая девочка по законодательству одной из прибалтийских стран Ее надо там оставить, по законодательству России здесь И начинает вмешиваться омбудсмен по детским делам Тогда это еще был Павел Астахов, защищать и так далее Семейные конфликты – это очень сложные конфликты Обратите к слайду номер два Посмотрите, пожалуйста Здесь вы видите в центре круга семья В символической форме мама, папа и двое детей Мальчик и девочка А вокруг этого можно также окружить ювенальные конфликты То есть подростковые, неполовозрелые Буквально если переводить с римского Ювенальные – это означает неполовозрелые Хотя это слово получило крайне негативный оттенок в российской юстиции Я позже на этом остановлюсь Наследственные конфликты Вопросы о принятии наследства Хотя в целом средний класс России трудно назвать зажиточным Но тем не менее Единственная квартира, небольшая дача, какой-то огород и так далее Автомобиль Все это – вопросы наследования Можно ли наследственные конфликты урегулировать с помощью медиации? Однозначно можно И подписать соглашение Но можно ли считать это семейной медиацией? Или это какой-то специальный вид отношений? На самом деле вопрос дискуссионный Я говорю, что однозначного ответа на этот вопрос нет Корпоративные конфликты, экзотика, да? Как вы думаете, Татьяна Александровна? Причем здесь семья и корпоративные конфликты? А ответ на этот вопрос дает тот кейс, который мы с вами будем анализировать Когда бизнесмены становятся супругами Если они все переводят на язык финансовых и экономических отношений То это, с одной стороны, становится очень ужасно, тяжело Потому что здесь конфликтует роль партнер-супруг Семья создана не для того, чтобы все переводить на условия баланса и взаиморасчетов Но тем не менее, если корпоративные конфликты Сочетаются с взаимной ненавистью между родственниками То такие конфликты отличаются особенной остротой, непримиримостью И могут длиться долгими длительствами